Всем привет! Это Аудиомания. Данное видео будет интересно тем, кто использует портативные проигрыватели класса Hi-Fi или собирает на домашнем сервере собственную музыкальную коллекцию. Мы расскажем, где можно абсолютно легально приобрести и скачать аудиофайлы качества компакт-диска или Hi-Res. HD-Tracks – это, наверное, самый известный и популярный источник цифровой музыки высокого качества. Сервис существует более 10 лет и имеет обширную фонотеку от классических альбомов любых жанров до новинок. Основная масса материала представлена с качеством записей от 88 до 192 кГц с разрядностью 24 бит. Есть также немного экзотики в виде файлов DSD. Почти все записи, за редким исключением, продаются альбомами, что не всем покажется удобным. Среди недостатков также можно отметить специфический интерфейс с дизайном 10-летней давности и отсутствие поддержки новомодного формата MQA. В остальном же возможности HD-Tracks можно считать исчерпывающими. Однако у него есть немало альтернатив. Ближайшим конкурентом HD-Tracks по популярности и степени доступности музыки разных жанров можно считать ресурс Seven Digital. Являясь ровесником HD-Tracks он тем не менее может похвастать куда более современным минималистичным дизайном и поддержкой формата MQA, включая MQA Studio. Музыку можно покупать как альбомами, так и отдельными треками. Еще один плюс – в продаже есть записи российских артистов. Одним из недостатков можно назвать преобладание записей CD-качества. Хай-рес релизы встречаются нечасто, а трека в формате MQA на 7-Tracks не больше, чем DSD на HD-Tracks. Поэтому поклонники нового формата могут спокойно продолжать слушать Tidal. Настоящим эльдорадо для любителей качественных записей является сайт Acoustic Sounds. Здесь продаются релизы хай-рес качества, включая обширную библиотеку DSD-файлов с разрешением до DSD-256, несколько десятков DXD-релизов и многоканальные хай-рес-файлы формата FLAC. Кроме того, Acoustic Sounds – это еще и магазин физических носителей. Здесь можно купить все виды цифровых изданий, включая DVD и Blu-ray с музыкальным контентом, а также виниловые диски и даже хай-фай-компоненты для прослушивания музыки. В недостатки вновь отнесем олдскульный дизайн сайта, который оказался чуть более удобным, чем у HD-трек, и продажу музыки исключительно альбомами. Русские исполнители в каталоге также отсутствуют. Американский сервис Bandcamp специализируется на инди-музыкантах, поэтому тут вы не найдете музыку известных лейблов и популярных исполнителей, но можете открыть для себя много нового в разных музыкальных жанрах, включая работы отечественных исполнителей. Форматы аудиофайлов для скачивания разнообразны. Качество записей и максимальное разрешение зависят скорее от технической компетентности и добросовестности авторов. Стоимость файлов также вариативна. Они могут быть бесплатны с фиксированной ценой или на усмотрение покупателя. Еще один плюс – возможность приобрести пластинки, компакт-диски и компакт-кассеты, а также разнообразный мерч понравившихся исполнителей. Сайт Presting Classical специализируется исключительно на классической музыке и предлагает сразу три варианта работы – прослушивание онлайн, скачивание файлов или покупка их на физических носителях. Основная часть музыки представлена в форматах mp3 320 кбит и флаг CD качества, и лишь две сотни записей попадают в категорию Hi-Res. Музыка продается альбомами, практически все можно заказать на компакт-диски, а в качестве специальной опции предлагается жесткий диск с полным архивом сайта. Любителям танцевальной музыки и профессиональным диджеям понравится другой специализированный ресурс – Juno Download. Здесь можно найти буквально все жанры электроники, неплохую коллекцию регги, дэнс-холл и джаза, а также немного оригинальной рок- и поп-музыки. Музыку можно покупать по трекам, либо в формате mp3 с битрейтом от 192 до 320 кбит, либо в CD-качестве, упакованном в разные контейнеры. Отечественные исполнители в каталоге присутствуют. Подведем итог. Из всех сайтов, попавших в наш обзор, только половина имеет обширный музыкальный каталог, охватывающий все основные музыкальные жанры, и лишь половина предлагает музыку с качеством выше компакт-диска. Еще одной очевидной проблемой является навязчивое желание некоторых сайтов продавать музыку исключительно альбомами. В целом, даже без закрывшегося не так давно Oncue Music и не работающего в России Cobus, мы можем говорить о хорошей доступности качественных аудиофайлов. Кроме того, не будем забывать о лейблах, которые продают файлы напрямую. Ну а подобрать для прослушивания этих файлов подходящий сетевой проигрыватель или цифроаналоговый преобразователь вы можете в салонах и шоурумах Аудиомании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и делитесь в комментариях вашим опытом покупки музыки онлайн.